Это Наталья. Я принесла вам продукты, всё, что вы просили. Я сейчас оставлю их возле дверей. Заберите, пожалуйста. Лицо заказчика мы не увидим. Это и не нужно. За дверями пожилой человек с пакетами социальный работник. В обычной ситуации она бы зашла в дом, навела порядок, приготовила еду и даже пообщалась по душам. Но теперь ситуация другая. Сотрудники территориальных центров обслуживания населения выполняют разовые, но такие важные просьбы. Доставляют товары первой необходимости пожилым белорусам. Мне поступает звоночек. Я захожу со списочком в магазин или в аптеку и приношу продукты человеку, который их заказал. Чаще всего продукты молочные, хлебобулочные, может быть иногда фрукты. Доставка из рук в руки не осуществляется. Услуга начала работать всего несколько дней назад. В территориальном центре центрального района Минска быстро мобилизовались. Организовали настоящий колл-центр. Сразу несколько сотрудников с 8 утра и до 5 вечера принимают заявки от бабушек и дедушек. Некоторые из них могут о себе позаботиться и даже сходить в магазин. Но по совету медиков избегают рисков заражения. На сегодняшний день у нас в районе проживают 1768 одиноких пожилых граждан. Предварительно мы сделали обзвон всех одиноких пожилых людей. Рассказали об услуге, которую мы можем предоставить им на бесплатной основе. С понедельника по сегодняшний день поступило всего 6 заявок, которые уже выполнены. Есть и те пожилые, кто нуждается не только в доставке на дом необходимых товаров, но и в помощи по хозяйству. Ее, конечно, оказывают на прежних условиях. Но теперь для своих сотрудников в центре изготавливают униформу. Маски отшивают в одном из помещений, где еще недавно был клуб по интересам. Но и это не все. По каждому сотруднику ведется журнал здоровья. Утром перед началом работы замеряет температуру, отмечает дневнички, расписывается. И по окончании своего рабочего дня измеряет температуру, отмечает дневники, здоровье. При изменении температуры, повышении заболевший сотрудник обращается в поликлинику по месту своего проживания. Остановить заболевание пытаются медики, работая в усиленном режиме, даже если ситуация порой этого и не требует. И призывают к самоизоляции не только пожилых людей, но и тех, у кого есть хотя бы малейшие признаки ОРВИ. Вместе с коллегами со всего мира они присоединились к флешмобу под лозунгом «Мы работаем ради вас, останьтесь дома, ради нас». И белорусы откликаются. Медики наши молодцы, особенно в нашей Беларуси. Так что я им желаю, чтобы у них все получалось, чтобы люди вылечивались. То, что они сейчас делают, это сродни подвигу. Не хотелось бы, чтобы в мирное время они делали подвиги, но вот за ту работу, которую они сейчас делают, да, спасибо. Им сложнее всего, потому что если мы боимся вируса и мы можем предпринять меры остаться дома и минимизировать общение с людьми, то, к сожалению, медики этого себе позволить не могут, хотя они тоже люди и они имеют право на это. Медикам, безусловно, огромное спасибо. И как сейчас есть акция, медики выходят на работу, а нас просят остаться дома. Я считаю, что это нужно соблюдать, нужно этим помогать им. Огромное спасибо всему медперсоналу, врачам, медсестрам, санитаркам за то, что помогают в трудный момент для нашей страны, так сказать. Дай бог им здоровья. В борьбе с коронавирусом медики не рекомендуют принимать противовирусные препараты для профилактики. Ведь нет доказательной базы, что отдельные точно помогают. Пока вопросы самоизоляции и гигиены остаются самыми важными. Что касается пожилых, в помощь соцработникам включаются и волонтеры БРСМ. Они помогают поликлиникам доставлять рецепты по адресам, но оставляют их в ящиках для корреспонденции. Вопрос с оплатой коммунальных услуг и получения пенсии тоже решен. Все это помогут сделать почтальоны и тоже на дому. Меры будут действовать до тех пор, пока не удастся исключить даже минимальный риск заражения. Ангелина Дикун, Родион Кабанович, Наши новости, ОНТ. Продолжение следует...